Сегодня, друзья, будем снимать интересный выпуск. Выпуск будет посвящен сделанным машинам, так называемым, котам. Коты-коты в мешке. Друзья мои, как вы уже знаете, мы проводим розыгрыш новенького iPhone. И для того, чтобы вы могли участвовать в этом розыгрыше, вам всего лишь навсего нужно подписаться на Autodesk в нашем YouTube-канале и на нашем Инстаграме. Кликнуть на колокольчик и написать комментарий по поводу того, какую бы вы хотели привезти себе тачку из США. Обязательно оставить свой никнейм в комментариях в Инстаграме, для того, чтобы мы могли с вами держать обратную связь. И не забывайте лайкнуть это видео. А вот, а сегодня едем на этот Централ Флорида, для того, чтобы сделать видеоматериал по поводу как раз-таки вот этих вот сделанных машин, залипух. Посмотрим, сделаю подробный видеообзор и постараюсь все рассказать вам и показать, соответственно. Ну что, друзья, вы готовы? Сейчас сделаем обзорчик. Надо спрятать камеру подальше, чтобы люди не увидели, что мы идем шпионить за ними. Начинаем наш проект «Кот в мешке». Очень много людей рассказывают, что вот коты в мешке, показывают какие-то фотографии с сайтов там через автостат, ищут какие-то машины, которые были куплены на других аукционах. А мы сегодня вам непосредственно покажем, расскажем. У нас наша задача все подробно вам осветить, друзья, все рассказать. Поэтому мы уже направляемся непосредственно на сам аукцион. Вот, вы видите, здесь разгружаются машины и загружаются. Вот, а мы идем на сам аукцион. Главное, чтобы нас не заметили, что мы делаем съемку. Вот, наша сегодня задача с вами найти машины, которые были сделаны, так называемый «Кот в мешке». Вот, допустим, первая машина, наш первый «Кот в мешке». Это у нас Nissan Rogue, 19-го года. Вот, вы видите, что автомобиль, видите, капот у него, удар был достаточно серьезный. Вот, и подрифтовали ему, сделали, поставили капот на место, видите, все подрифтовали, фару. Нет слов. Фара, скорее всего, видите, с маркировкой, то есть фара была куплена, где-то, скорее всего, на разборке на какой-то, вот, повесили на место бампер, чтобы он более-менее держался. Поставили запасное колесо. Вот, сейчас мы проверим эту машину внутри. Вот, вы видите, вот так более-менее тут прикрутили крыло на место, вот, ну, вот так сделали. Вот, видите, все стоит на соплях, просто все на место поставили для фоточек. Вот, прикрутили на изоленту, прикрутили все разъемчики. Вот, ну, это такой легкий вариант. Это, друзья, уже Corvette в карбоновом обвесе такой, со спойлером, с таким мощным. Сложно что-то сказать, то есть лонжероны вроде на месте. Вот, вы видите, радиатор с упор тоже на месте. Поцарапанные фары, да, они просто накинуты, видите, здесь просто все держится, вот, опять же, видите, на саморезах. То есть это, опять же, очередное, вот, видите, это третья машина, они все расположены рядом друг с другом. Вот, тут посередине у нас стоит капот разломан пополам. Вот, его просто, видите, заклеили тейпом, вот, видите, что происходит. Вот, то есть вот такие машинки продаются у нас на Капарте. Вот, вообще фара уже отлетела, то есть тут вообще все разломано к чертям собачьим. Вот, и когда умники какие-то сидят и по интернету там рассказывают какие-то вещи, что вот, посмотрите, там вот это такая машина, вот это сякая машина. Вот, мы приехали, посмотрели все живьем. Вот, я даже боюсь открывать, честно говоря, капот у этого автомобиля. Вот, поэтому представляю, что там вообще. Ну, двери открываются. Вот, один из излюбленных вариантов, видите, это вот такая вот штучка. Срезают подушку и аккуратно все убирают, чтобы этого не было видно. Ну, нахер. Отец. Ну, ты видел, видел. Вот. Какие-то запчасти лежат внутри. Вот такой вот Stingray. Достаточно дорогой автомобиль. Идем дальше. Следующая машина. Infinity Q50. Видите, какая красота. Все это было разломано. Все это, скорее всего, собиралось из частей, которые были сделаны внутри. Вот, пожалуйста, номер лота. 545-499-39. То есть, я думаю, что мы на интернете сможем попозже проверить этот лот. Вот, видите, рваное крыло тоже все сделали, поставили, колесо сделали. Колесо вообще никакое. То есть, его уже вряд ли можно будет использовать, потому что оно убито в хлам. Вот. То есть, вот вы видите, фары вообще нет в наличии. То есть, ее просто воткнули для того, чтобы это выглядело более или менее прилично. Вот, машина убитая прилично достаточно. Но, опять же, видите, все сделано, собрано. Здесь крылышко подрихтовали немножко. Вот, капот видно, что тоже выкремляли. Но эта машина уже была крашена. Это уже не первая авария этого автомобиля. И это достаточно. Вот, видите, опять же, саморезы идут наши. Вот, видите, все на саморезе. Как только здесь уже бампер вылетел. Вот, но вкручено было все, прикручено. Вот, видите, подушка безопасности. Но, как ни странно, ее не срезали. Но вот это все убрали. Видите, все подушки аккуратно убрали, чтобы это не было видно. Вот, здесь тоже все срезали. Все потолочные подушки, видите, тоже срезаны, аккуратно убраны, чтобы вы ничего не могли увидеть. Вот, сейчас посмотрим под капот этой ласточки. Вот, видите, тут даже крыша гнутая. То есть, настолько удар был сильный, что даже крышу сломано, лобовое стекло треснуто. Вот, прилично. Так что, удар был достаточно серьезный. Открываем. Что мы видим здесь? А видим мы следующее. Все сложено в кучу. И аккуратно накрыто вот кавром. Видите, здесь нет живого места. Все поломано. Все разломано к чертям собачьим. Нет живого места совершенно. Вот, трубки вот эти все просто накинули. Вот, то есть, это все сделано было на скорую руку. Только для того, чтобы это все слепить и выкинуть на продажу. Вот. Тут даже ребята не озадачились покупкой новых частей. Они просто взяли, аккуратно все порвали, отрезали. И вот поставили в таком виде все это дело на продажу. Так что вот, друзья, видите, машины подряд идут. И вот следующий, я уже даже не отходя, вижу уже следующий лот. Это вот Ford Fiesta. Друзья мои, следующий лот. Это Ford Fiesta. Вот, тоже мы можем видеть, что здесь удар был достаточно серьезный. Тут кто-то уже попрыгал все это, потянул, вытянул. Вот, видите, сломаны все пластиковые. Короб сломанный для воздушного фильтра. What the fuck is this? Вот, интейк треснутый. Понятно, что там живого места от фары нет. Поэтому, видите, все поломано, но все аккуратно стоит. Здесь тоже, видите, крепление поломано на фаре. Вот, но все поставлено на место. Вот, то есть все, как говорится, по одному и тому же сценарию. Вот, видите, все болтается. Вот, сзади даже, ну, подкрылка, даже не стали ставить подкрылок. Вот, вы видите, все на саморезиках опять на наших. У меня ощущение дежавю. И у меня. То есть это все по одному и тому же плану? Это все работает один и тот же дилер. Это все делает, как бы, одна и та же компания. Да, к сожалению, друзья, вот только что подъехал погрузчик. Работник мне сказал, что я должен идти конкретно вот по этому плану. То есть я могу, имею право смотреть только свои машины, вот, которые я себе выписал. Поэтому сейчас немножко мне опасно здесь ходить и рассматривать, потому что мне могут сделать там замечания. Хотя я ему сказал, что, в принципе, меня интересуют все Honda Accord. Вот, то есть вот опять вы видите, все здесь сделано, шторка убрана, то есть везде одна и та же схема. Вот, и, скорее всего, везде работает один и тот же дилер, который это все продает. Вот видите, задний квотер. Его выстучили, выровняли изнутри, вот, повесили опять же на наши излюбленные саморезики. Что? Опять? Воткнули бампер. Вот, саморезы все одни и те же. Схема одна и та же, вот. И машины стоят вот подряд. Вот вы видите, вот еще машина, то же самое, тоже все здесь вытянули, выстучили. То есть 80% автомобилей здесь, это все залипуха. Это я могу с уверенностью вам сказать. Вот такие дела, друзья. Аукцион Капарт, будьте осторожны. И только, только вы можете рассчитывать на людей, у которых имеется большой богатый опыт покупки автомобилей. Вот, мы, в принципе, не сидим на месте, можем съездить, посмотреть вам автомобиль, проверить. Поэтому обращайтесь только к официальным дилерам. Как раз таки мне повезло, то, что машину я, которую выписал случайно, Хонда, она оказалась нормальной, не сделанной. То есть реальная машина, вот, с реальными повреждениями. Я даже не знаю, что сказать. Уникально. То есть можно сказать, что мне просто повезло. Да, друзья, получается, что практически все машины здесь на аукционе, это все залипуха. Вот, друзья, вы видели все своими глазами. Вот, только что вышел с аукциона. И дело в том, что на самом деле здесь очень все строго стало. Не знаю почему, может, это как раз таки связано с тем, что здесь очень много вот таких вот залипух. Вот, они категорически не разрешают снимать, они категорически не разрешают фотографировать. Вот, поэтому мне там сделали 15 китайских предупреждений. Вот, люди, которые как бы работают, подъезжают на машинах и говорят, что, типа, вот, вы приехали, заявили, что вы хотите посмотреть два автомобиля, а вы уже тут ходите, кружитесь и непонятно, чем занимаетесь. Поэтому, типа, смотрите ваши автомобили и вы метаетесь там к чертям собачьим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...